Республика В Киеско открылась экспозиция, посвященная СВО. Школьники приняли участие во Всероссийской Олимпиаде по языкам. КЧГУ имени Умара Алиева стал площадкой для заключительного этапа. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесии. С вами Мурат Юнтьюзов. Сегодня день Конституции Карачаева-Черкесии. Уважаемых земляков поздравляет глава Республики Рашид Тимрезов. 5 марта 1996 года – один из знаковых дней в истории Карачаева-Черкесии. Именно тогда был принят основной закон Республики. И вплоть до сегодняшнего дня Конституция является основой для слаженной работы всех органов власти, обеспечивает региону динамичное поступательное движение вперед в составе российского государства. И что особенно важно для многонациональной и многоконфессиональной республики, выступает гарантом мира и согласия в обществе. Сегодня несколько жителей Карачаева-Черкесии поступили на контрактную службу. Оформление документов прошло в Республиканском военкомате. В ближайшее время часть контрактников отправятся в резервный полк, который дислоцируется под Владикавказом. Другие поступят в распоряжение части в Севастополе. С начала года на службу по контракту поступили около сотни жителей республики, а в минувшем году регион полностью выполнил заявку на полторы тысячи человек. Напомним, что уже при подписании контракта сроком на год и более, человек получает единовременную выплату от президента России в размере 195 тысяч рублей, а также 200 тысяч от правительства Карачаева-Черкесии. Кроме того, по прибытии в часть ему положено подъемное пособие. То есть в течение первых недель гражданин, помимо зарплаты, получит на руки около 420 тысяч рублей. Разумеется, предусмотрены и другие льготы. В этом году в Карачаево-Черкесии будет проведен ремонт 14 зданий общеобразовательных учреждений. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонт и школ уже в плановом режиме. В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 миллиардов рублей, сказал в своем послании Владимир Путин. Следует отметить, что в рамках реализации региональной программы «Модернизация школьных систем образования в Карачаево-Черкесии до 2026 года». В прошлом году в регионе проведены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению 21 школы, сообщили в Министерстве строительства ЖКХ Республики. Напомним, в Карачаево-Черкесии за 12 лет построили порядка 20 школ из свыше 55 детских садов. Строится школа в селе Учкике на 960 мест. Специальная военная операция. Под таким названием в Карачаево-Черкесии открылась музейная экспозиция, посвященная СВО. Она проходит в Музее истории церкви и казачества Никольского собора Черкеска. Подробности у Али Баташева. Все наши герои на фронте не разделяют ни национальность, ничего. Мы все братья. И мы должны остаться братьями не только на фронте, но и в мирной жизни. На стенах портреты 22 наших земляков, погибших в специальной военной операции. Разного возраста, национальности и веры. Ушедшие из жизни, но не преданные забвению. Среди экспонатов личные вещи бойцов, военная форма и даже трофеи обмундирования армии ВСУ. Решение подготовить экспозицию, посвященное СВО, было принято в январе этого года. Духовенство собора выделило дополнительное помещение. Прихожане храма и родственники погибших воинов собрали средства. А общество «Царьград» занялось дизайном проекта, обустройством нового зала и сбором экспонатов. Мы открываем новую экспозицию, третью. У нас есть уже церковная и казачья экспозиция. Мы открываем экспозицию «Специальная военная операция». То есть экспозиция в целом посвящена сохранению памяти о погибших. Вот на стенах они у нас 22 человека. Это не все. Повесим мультимедиа, телевизор, где будем собирать данные о погибших, размещать их уже в электронном виде тоже. Среди первых посетителей экспозиции множество родных и близких. Бойцов Карачева-Черкесии, погибших в СВО. Вдова участника спецоперации Сергея Емельяненко Оксана Рулева рассказала о том, как ее муж, доставляющий гуманитарные грузы в зону спецоперации, рискуя жизнью, стремился помогать нашим бойцам. Она поблагодарила всех, причастных к созданию этой экспозиции. Всем тем, кто сегодня создал этот, на самом деле, памятный момент, где мы можем прикоснуться к своим мужьям, сыновьям, отцам и детям. Вспомните доброе, теплое слово. Увидите глаза, вспомните плоту их рук. Мы деятельствуем словами патриарха, что они пребывают в раю, в Царстве Божьем. В этом не сомневайтесь. И здесь они тоже продолжают свое служение, чтобы нас вдохновлять здесь, в своей родине, в своей вере, служить честно, служить самопожертвованием. Кстати, один из экспонатов – маскировочная сеть, которую сплели для нужд СВО добровольцы Никольского собора. А еще дети помогают бойцам молитвами, письмами и рисунками. Родная сестра участника СВО Владислава Пулина, Елена Ефимчук, прочитала стихи своего погибшего брата. «А Россия их помнит и верит, Богородица пусть их хранит. Воин духа, коварного зверя, Как Георгий копьем победит». Вы знаете, этот стих, когда читаю, у меня слезы на глазах. Я воспитываю своих детей, я работаю воспитателем в детском саду. Я прививаю то, что нужно любить свою родину, нужно защищать свою родину, нужно беречь свою родину. А родина – это не только наша семья, это вся наша Великая Россия. На мероприятии представители общества «Царьград» выразили надежду, что инициатива создания выставок и музеев, посвященных специальной военной операции, найдет поддержку органов власти и населения городов, районов республики. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Уже в третий раз Северо-Восточный федеральный университет проводит Всероссийскую олимпиаду по языкам, диалектам и наречиям. И впервые в нее включены языки народов Карачаева и Черкесии. Качагу имени Умара Лиева стал площадкой для заключительного этапа олимпиады для учащихся 8-11 классов. О федеральной олимпиаде и какие преимущества для школьников-победителей дает диплом при поступлении в ВУЗы России в репортаже Алла Динаевой. Победители отборочного тура первой Всероссийской олимпиады по родным языкам сегодня участники финала. Их и учителей с утра во дворе университета встречают песнями народов республики и горячим чаем из самовара. Позавчера подошла учительница и сказала, что меня приняли и что пришла заявка, что я поеду туда. И подруге тоже пришла. И мы подготовились. Мероприятие началось в актовом зале. Школьников приветствовал. Проректор по молодежной политике и воспитательной работе Расул Динаев, который предложил окунуться в мир КЧГУ при помощи видеороликов. Продемонстрировали процесс обучения, научный потенциал и достижение ВУЗа в различных сферах. Для каждого народа родной язык – это основа его идентичности, культурного достоинства и самовыражения, подчеркнул руководитель ВУЗа Таусултан Узденов, приветствуя участников Олимпиады. Это не просто акция, привлечение внимания и просветительская акция. Очень важно, что по результатам этого диктанта, это статусное мероприятие, по результатам этого диктанта, победители и номинанты могут рассчитывать на определенные преференции при поступлении не только на родные языки, но на все гуманитарные направления почти во всех ВУЗах Российской Федерации. То есть, в зависимости от того, как успешно они будут участвовать в этом диктанте, им будут добавляться дополнительные баллы при поступлении на гуманитарное направление большинству ВУЗов Российской Федерации. Ответственный за проведение Олимпиады директор Центра по исследованию языков народов республики Сергей Пазов. Он проинструктировал школьников и дал советы и практические рекомендации. Для Федеральной Олимпиады Качегу организовал площадки для абазинского и нагайского, русского, карачаево-балкарского и кабардино-черкесского языков, для участия в которой финалисты приехали со всех школ Карачаева-Черкесии. Из Хабецкого района прибыло 30 учащихся. Первый этап тоже, я не скажу, что был легкий, но раз дети прошли, пали в списки уже прошедших этот тур, значит, они неплохо подготовленные. К счастью, они владеют своим языком, грамматикой и так далее. Поэтому мы очень надеемся, что они и себя не подведут, и нас не подведут, что мы гордо с поднятой головой выйдем из этого финального тура. А из четырех школ Ногайского района в Качегу приехали 14 старшеклассников. Очень переживаю за деток, всех деток, не только за своих, за всех деток Ногайского района, которых привезли. Очень переживаю. Дай Бог, чтобы они выиграли. И мы радовались их достижениям. Дети около часа, сейчас уже прошло, довольно спокойно, как положено. Им объяснили, проинструктировали, как надо себя вести. Сидят, работают. Ну, посмотрим, впереди еще время. Результаты Федеральной Олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России станут известны во второй половине марта и будут действительны в течение четырех лет. Во все времена старшее поколение является активной частью общества. Они берутся за решение возникающих проблем, доказывая своими делами, что не стоит списывать их со счетов. Что же такое ветеранское движение сегодня? Об этом рассказал заместитель председателя Совета ветеранов города Черкесска Ханафи Хасуев. С ним встретилась Альбина Ламкова. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.